А вот и не подеретесь, из-за чего в Кабмине сцепились глава Украины и министр инфраструктуры. Неожиданный конфликт интересов. Министр инфраструктуры жестко раскритиковал работу руководителя Укрзалезницы. Войцеха Болчина. Тот пришел отчитаться перед Кабмином о своей деятельности в прошлом году и поделился планами на этот. В ответ Владимир Амелян получил выговор от премьера. За что, знает Ирина Романова. Отчета о работе Укрзалезницы в повестке дня не было. Тем не менее, премьер анонсирует в начале заседания именно этот вопрос. Приглашают за трибуну руководителя предприятия. Войцех Болчун сразу же начинает жонгировать цифрами. Сотнями миллионов убытков и прибыли. Уверяет, в 2017-м Укрзалезницы получат доход в 6 миллиардов гривен. Планово Болчуна громадье. Купить 50 пассажирских вагонов и 4 поезда. Запустить маршруты в Австрию и Болгарию. А на вокзалах установить билетные терминалы и бесплатный Wi-Fi. Ну и, конечно же, борьба с коррупцией. Мы провели более 70 служебных проверок. Материалы направили в правоохранительные органы. Сумма убытков от коррупционных действий оценивается более чем в миллиард гривен. Премьер приглашает министров к обсуждению. Первым берет слово Павел Розенко. Хвалит Болчуна, но предупреждает. Повышение тарифов на проезд сейчас не к месту. Я бы не хотел, чтобы мы еще систему субсидий сделали для проезда пассажиров в залезничном транспорте. А вот профильный министр инфраструктуры в своей оценке деятельности руководства Укрзалезницы сегодня категоричен. Тема заседания, признается Милиан, стала для него неожиданностью. Впрочем, как и многие цифры. У министерства есть свои цифры. Реальное, уверяет Владимир Милиан и передает материалы премьеру. Можете передать в НАБУ лучше? Хочете, я подписываюсь? Что-то вы так долго скривали эту информацию от общества. Я никогда не работал на Укрзалезнице. Я не был дотичный до залезницы. Поэтому я думаю, что моих экспертных знаний набагато меньше, чем, например, у Войтика Больчуна. Войтик, подскажите, пожалуйста, а где вы работали последних 5-7 лет? Я был главой Наглядовой Ради Польской авиакомпании «Лот». «Лот». Знаете Польскую авиакомпанию «Лот»? Национальный авиаперевозник. А где вы работали последних 5 лет? Я работал в Ураде Украины после завершения своего университета. Министр не может позволять себе особенных отношений по отношению к подлогой. А чужие оставьте дома. Когда вдягаетесь, кроватку вдягаете, выходите из дома на работу. Сегодня же, обещает Владимир Гройсман, подпишет принятое на прошлом заседание решение передать Укрзалезницу с подчинением Мининфраструктуры в подчинение Кабмину. Ирина Романова, Владимир Самченко. Подробности телеканал «Интер». Владельцы элитных автомобилей могут спать спокойно. В Министерстве внутренних дел отчитались. Обезвредили банду угонщиков дорогих машин. Говорят, злоумышленники были причастны едва ли не к каждому угону ВИП-авто в стране. Схема такова. Преступники находили жертву, считывали сигнализацию при помощи сканера. Авто угоняли и прятали в гаражах. Дальше через знакомых искали контакт с владельцем, представлялись людьми, обладающими связями в криминальном мире и полиции и предлагали помощь. Спустя некоторое время сообщали жертве, что авто нашлось. И выкупить его можно всего за несколько десятков тысяч долларов. По словам полицейских, на такую сделку шли бизнесмены, госслужащие депутаты и даже криминальные авторитеты. При этом сейчас следствия выясняют, имеет ли отношение к банде действующие полицейские. В результате этих обысков было изъято много, достаточно большое количество разной информации, которую мы проанализируем и сможем определить уровень участия тех действующих сотрудников полиции, которых мы знаем, и не только полиции, а других правоохранительных органов, в этой преступной схеме. Подробности. Мега-расследование на своей странице в Facebook сообщил министр Аваков. Оказалось, что столь масштабную банду организовал курсант-недоучка из Киева, которая в свое время выгнали из Академии внутренних дел за наркотики. Сейчас ему 38, а сообщникам якобы был отставной подполковник милиции. Раньше он как раз занимался расследованием автоугонов. Вдвоем, пишет министр, злоумышленникам и удалось наладить схему. Деталей об автоугонщиках, орудующих по всей Украине, как видим, по-прежнему мало. Возможно, вот так, одним махом на бывшего курсанта хотят списать все нерасследованные автоугоны и назначить виновным. Как на днях лихо определили причастных к делу Шеремета, рассказывая о покушении на нардепа Геращенко. Или еще ранее списали ответственность за трагедию в Княжичах на убитого майора Корда. Сошли с дистанции на финишной прямой. Исполняющий обязанности главу нацполиции Вадим Троян и глава управления нацполиции Киева Андрей Крищенко сняли кандидатуру с конкурса на пост главного полицейского Украины. О своем решении сообщили традиционно. Фейсбук Троян заявил, ему не хватило порядка 20 месяцев стажа, чтобы соответствовать всем критериям конкурса. Комиссия запросила у него справку о работе в частной компании, но полицейский отказался ее предоставить. Троян участвовал в конкурсе на пост руководителя нацполиции уже второй раз. Когда должность освобождала Хатя Деканаидзе, она заявила, что Вадим Троян не достоин занять ее место, назвав его политически заангажированным человеком. А вот Андрей Крищенко сообщил, должность главного руководителя пока ему не по силам. С последними событиями, в том числе княжече, я не могу, скажем так, и патриотом своей профессии, и продолжить брать участь в конкурсе, имея такую событию, за которую я действительно несу безпосереднюю ответственность. А в ведомстве Авакова постельный скандал. Министерство внутренних дел уличили в закупке постельного белья для курсантов по ценам в несколько раз выше рыночных и к тому же без тендеров. Как работают старые коррупционные схемы и во сколько они обошлись бюджету? Смотрите в следующем материале. Золотые простыни министра. Президент всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский обвинил Арсена Авакова в закупке постельного белья для курсантов по завышенным ценам. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так, в конце прошлого года министерство заключило несколько договоров на покупку наволочек, простыней и полотенец. Более чем на четверть миллиона гривен. Все документы оформили, продукцию поставили. Вот только цена оказалась в несколько раз выше, чем даже в розницу в магазинах. Стоит в розницу 29 гривен 70 копеек. Такую же наволочку, немного меньшего размера, 50 на 60. В декабре прошлого года мы поставили для нужд Министерства обороны по цене 17 гривен 28 копеек с НДС. Но вот в МВД купили точно такие же наволочки. Правда, у другого предприятия по цене вдвое выше. 36 гривен за штуку. Вот документы. Более того, по данным предпринимателей, Львовский университет внутренних дел заплатил и вовсе по 57 гривен за штуку. А тендеры провели без конкурентов. Все дело в законодательной лазейке, которая открывает путь для коррупционных схем. Когда сумма закупки товара не превышает 200 тысяч гривен, заказчик может закупить данный товар без применения электронной системы торгов. Разбивают торги, которые над порогами, разбивают на более мелкие для того, чтобы, с нашей точки зрения, наверное, закупить это без применения электронной системы закупок. Что, в свою очередь, ведет к абсолютно неконкурентности этих торгов. Чем мотивирован выбор поставщиков и цен мы поинтересовались при службе МВД, отправив туда запрос. Однако на него там до сих пор не ответили. Интересно, что одна из ферм поставщиков – компания «Техликсервис», которую в 2014 году журналисты уже уличили в поставках управления госохраны костюмов для бойцов по цене в полтора раза выше рыночной. По мнению народного депутата Сергея Каплина, это повод для серьезного расследования. Были рюкзаки Авакова. Теперь можно с уверенностью сказать, что справа «Простирадл» Авакова набирает оборотов. И это шок для краины. И это наша ответственность поставить все крапкинадии в расследовании этой справы и покарать винных. Это еще одна подстава, еще один аргумент за подставку Авакова с посадой министра внутренних справ. Согласно данным госзакупок, в конце прошлого года не только МВД, но и другие госведомства провели по такой схеме с одним участником закупки более чем на 17 миллионов гривен. Кто успешно пользуются лазейки в законе и кто ответит за золотые простыни и наволочки – вопрос уже к Генеральной прокуратуре. Алексей Пшимыски, Сергей Дубинин. Подробности – телеканал «Интер». Почти полмиллиона гривен переплатили филиалы Ощадбанка при закупке 16 телевизоров. Тендеры проходили в конце прошлого года в системе Прозора. Всего заплатили 1 270 000 гривен. Активисты сравнили стоимость техники, которую покупали разные филиалы банка. У всех одна и та же модель телевизора, а вот цена существенно отличается. Три филиала в Мельницком, Черновцах и Чернигове купили телевизоры вдвое дороже. На тендерах выступали одни и те же компании практически. То есть одна компания харьковскому филиалу продает за 45 000 гривен, а потом она выходит в Черниговский филиал и ассистирует компанией другой, но выставляет цену 75 000 гривен. То есть на абсолютно ту же продукцию. Активист обнародовал эту информацию в Фейсбук. На нее уже отреагировал глава правления Ощадбанка Андрей Пышный. Написал, что поручил главе тендерного комитета и службы безопасности проверить закупки. А результаты пообещал обнародовать. Сумской горсовет хотел купить экзотических животных. Тендер тоже объявили в системе госзакупок Прозора. Бурый капуцин, карликовая обезьяна, беловуха, игрунка и молочная змея понадобились Центру эколого-натуралистического творчества. Управление науки и образования выделило на это 50 000 гривен. Вот только желающих взяться за такой заказ не нашлось и тендер пришлось отменить. Как рассказала директор Центра, зоопарка в городе нет, поэтому посмотреть на животных дети могут только у них. Кстати, капуцина все-таки купили в местном магазине. Абсурдную закупку объявила и Никопольская ритуальная служба. Там хотели приобрести информационные услуги о клиентах. За тысячу информации готовы были отдать 130 000 гривен. А Генеральная прокуратура Украины против коррупционеров-коневодов. В ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Дениса Птушко, директора государственного предприятия коневодства Украины. Причина – подозрение в получении взятки в размере 30 000 долларов от директора одного из филиалов госкомпании. Взятка была получена еще в сентябре. Сейчас дело уже будет рассматриваться в суде. Обвиняемый может выйти под залог в 4 миллиона гривен. Наложен арест на его жилой дом, земельный участок и автомобиль. В Ужгороде на взятки в 20 000 гривен задержали сотрудникам мэрии. В прокуратуре не называют ни имени, ни должности. Сообщают только, что он был посредником, что он был посредником, передавал деньги другим чиновникам горсовета, а те за это решали земельные вопросы. 20 000 гривен – лишь часть взятки. Обыски правоохранители провели также в кабинетах городского головы Богдана Андреева и его замов. К слову, последние три года в городе действуют моратории на выделение земли. Исключение только для участников АТО. И коррупционный скандал на Закарпатской таможне. Бывший начальник таможенного поста Ужгород заявил, что его вышестоящее руководство не чисто на руку. И выложил в сеть видеокомпромат. Обо всем подробнее Марина Коваль. На видео, которое появилось в интернете, мужчина в форме таможенника представляется начальником поста Ужгород. Это на украинско-словацкой границе Евгением Потоцким. И утверждает, один из его руководителей – коррупционер. Задокументирован факт превышения служебных полномочий со стороны заместителя начальника Закарпатской таможни Карашенко Андрея Ивановича. И приказал ускорить процедуру таможенного оформления и не проводить надлежащим образом таможенные формальности в интересах субъекта внешнеэкономической деятельности «Леона Актив». А если простыми словами Потоцкий заявляет, замначальника Закарпатской таможни Карашенко требовал, чтобы подчиненные не досматривали грузовики с товаром. В доказательство своих слов демонстрирует видео, снятое скрытой камерой. На нем – выволочка инспектором таможенного поста «Ужгород». Они пропустили машину, не проверив, что-то везет. На сколько машина оформилась? Досматривали? Машину не досматривали. Почему? Первый раз ехала из склада с Польши одежда. Кто давал команду, что не досматривали? Быстро, блядь, говорите! Ко мне пришел Микулин, сказал, что у него в козепке ведь киринес, вон это где надо. Карашенко ему как. Это он сказал, что Карашенко сказал. Когда не знаешь, как делать, говорят, делай по закону. Карашенко уже был под стражей. В мае 2014 года его задержали по факту злоупотребления властью. Тогда он работал на Киевской межрегиональной таможне. Однако вскоре отпустили и перевели в Закарпатье. Он стал замначальником таможни. Работает по сей день. В государственной таможенной службе подтвердили подлинность видео. Правдивы ли факты еще проверяют. От выполнения служебных обязанностей пока никого не отстраняли. Если на каждый ролик мы будем реагировать в способ высторонения всех, то не будет кому-то працювать. Поэтому сегодня, я говорю, подразделами внутренней безопасности распечатали соответствующие заходы на предмет визначения той информации, которая была прилюдлена в мереже интернет. Видео уже изучают и в областной прокуратуре. Чтобы следственным шляхом проверить факты, которые наведены працанниками митницы, распечатали криминальное проведение за заложивание владой об услужбовом становище. Это не первое обвинение сотрудников Закарпатской таможни в коррупции. В декабре прошлого года губернатор Геннадий Маскаль опубликовал номера машин, которые, по его данным, под видом древесины везли сигареты в Словакию. Машины прошли без досмотра. Этот факт прокуратура проверяет до сих пор. Марина Коваль, Наталья Савченко, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород. Что ж, 45-е с конца. Украина почти в хвосте мирового рейтинга восприятия коррупции. Всего в списке 176 стран Украина занимает 131 место и делит его с Россией, Казахстаном, Ираном и Непалом. Лидирует среди борцов с коррупционерами и Новая Зеландия, и Дания. Есть чем похвастаться также Финляндии, Швеции, Норвегии и Швейцарии. У этих стран один из самых высоких показателей. А вот процветает коррупция в Сомали, Корее, Сирии и Йемене. Что касается Украины, то, как говорят эксперты, до прорыва нам далеко. Это недостатньо хороший результат для страны, влада которой поставила себя за прорыва номер один – борьбу с коррупцией. Минулого года мы взросли на один балл. Цего года на два балла. То сейчас, сохраняя подобные темпы взрослых, мы достигнем уровня Польши за 20 лет, а уровня лидеров индексу, таких как Дания, Нова Зеландия, Финляндия, Швейцария, только за 50 лет. Мы не видим реальных покорений коррупционеров, чего ожидает наше общество. Права оппозиции, иллюстрация и языковой законопроект. Все это сегодня обсуждали в Страсбурге. На пленарном заседании ПАСЭ, где рассматривали проект резолюции по Украине. Какие выводы комитета, ассамблеи содержит документ в нашем материале? Ситуация в Украине – топ-тема пленарного заседания ПАСЭ. Члены комитета по мониторингу подготовили доклад функционирования демократических институтов в Украине. Его представили авторы, парламентарии от Испании и Германии. Они наблюдали за реформами в стране несколько лет. Если мы будем оказывать помощь в проведении реформ в Украине, она и дальше будет двигаться вперед. Это уже происходит сейчас. Если законы принимаются и реформы проводятся уже сейчас, Украина достигнет успеха, и мы готовы ей в этом помогать. Кроме похвал, много и критики. В проект резолюции после заседания мониторингового комитета были внесены серьезные изменения. Первоначальный текст резолюции был, на мой взгляд, несколько однобоким. Сейчас прошло заседание мониторингового комитета, и резолюция существенно изменилась. Было внесено очень много серьезных правок. Во-первых, поправка иллюстрации. Было признано, что это незаконно, что закон должен немедленно быть изменен и соответствовать полностью рекомендациям Венецианской комиссии стандартам европейским. Кроме того, по словам Юлии Левочкиной, комитет принял поправки о защите прав национальных меньшинств. И она надеется, что ПАСЭ их поддержит, поскольку неоднократно выражала обеспокоенность новыми языковыми законами, нарушающими права русскоязычных жителей страны и носителей других языков. Не менее важный пункт, поддержанный комитетом, необходимость защитить права оппозиции в Украине. Делегаты от оппозиционных сил считают это своей победой. И самое главное, я считаю, достижение сегодняшнее на этом комитете были приняты поправки о защите прав политической оппозиции. Комитет это принял, докладчики согласились, что права оппозиции нарушаются и призывают власти Украины обеспечить, чтобы оппозиция могла выполнять свою роль контрольную и иметь возможность предлагать альтернативу политическому курсу. После создания комитета внесли туда поправку о том, что украинская власть должна обеспечить права оппозиции и о том, что нельзя преследовать оппозицию по политическим мотивам. Вы знаете, сейчас реалия современная Украина. Так вот, в тексте этой резолюции говорится о недопустимости проявления такого отношения к оппозиции и о том, что необходимо соблюдать все права оппозиции в Украине. Я считаю это двойной нашей победой. Конфликт на Донбассе, безусловно, тоже в повестке дня один из важнейших пунктов. По словам оппозиционеров, комитет полностью поддержал необходимость соблюдения минских соглашений всеми сторонами, на чем неоднократно настаивала их политсила. Если резолюция будет принята в том виде, в котором она сейчас есть, я считаю это настоящей победой оппозиционных сил в Украине. И нами были внесены в Верховную Раду все законопроекты, касающиеся выполнения минских соглашений, изменяя в Конституцию. Но провластная коалиция их даже не рассматривает. И вот сегодня в этой резолюции сказано о необходимости неукоснительного выполнения минских соглашений всеми сторонами, включая украинскую сторону. А самая спорная, даже скандальная поправка о необходимости выборов на территориях, которые не контролирует Украина. Ее устно внес один из авторов доклада, Аксель Фишер. Некоторые положения, которые предлагаются как компромисс за гранью реальности. Этот компромисс обсуждался без участия Украины. Но самое главное, это неприемлемая поправка к статье 24 о принятии представителей с оккупированных территорий в украинском парламенте. То, что предлагается сейчас, идет в том числе в разрез с минскими договоренностями. Это противоречивое предложение депутаты все же отклонили. Украины сейчас в ПАСЭ обсуждают каждую из поправок и отдельно за них голосуют. Всего в резолюцию предложено внести более 20 изменений. Татьяна Лугунова, подробности, телеканал Интер. Несколько слов о люстрационном законе. Европейским требованием изменить его уже более двух лет. За что критикуют люстрацию по-украински и почему эти требования до сих пор не выполнены? В нашей короткой справке. Закон об очищении власти или как его называют политики и СМИ, закон о люстрации, вступил в действие в октябре 2014-го. С тех пор он остается, наверное, одним из самых скандальных в Украине. Документ критиковали за то, что люстрации подвергаются госслужащие без конкретных доказательств совершения каких-либо незаконных действий. За отсутствие независимого органа власти, который занимался бы проверкой чиновников. И, пожалуй, главное, критиковали за то, что этот закон фактически подменяет собой борьбу с коррупцией и может стать инструментом политической мести и борьбы с оппонентами. Именно это вызывает большие опасения в Европе. Вот уже более двух лет венецианская комиссия остро критикует закон о люстрации. Украинский Минью с замечаниями согласился, правки пообещал, но до сих пор их так и не представил. Более того, два месяца назад уволилась с должности главы люстрационного комитета Татьяна Казаченко, один из инициаторов скандального документа. Перед этим она заявила о его выполнении на 98%. Люстрировали почти тысячу госслужащих. В то же время в судах свое увольнение оспорили около 1300 человек. И заканчиваются подобные иски часто не в пользу государства. Сейчас должность главного люстратора вакантна. И буквально вчера отбор снова оказался безрезультатным. И как стало известно, проект резолюции по украинскому вопросу в ПАСЕ уже принят. В ближайшие часы он появится на сайте парламентской ассамблеи Совета Европы. Выполнить сегодняшнюю резолюцию ПАСЕ. На этом настаивает оппозиционный блок. В заявлении на сайте партии говорится, оппозиционеры требуют уже в начале февраля вынести на голосование в парламенте вопрос об изменении закона о люстрации. И имплементировать рекомендации Венецианской комиссии. Также требуют выполнить другие пункты резолюции, обеспечить полное расследование преступлений, совершенных на Майдане и в Одессе, соблюдать права оппозиции и не допустить принятия языковых законопроектов. Вопросы к финансовым отчетам 12 партий возникли у нацагентства по предотвращению коррупции. Информацию о нарушениях передали в нацполицию, которая обязана отреагировать. Об этом на своей странице в фейсбук написала глава на ПК Наталья Корчак. По ее словам, признаки уголовного преступления есть в частности в отчетах партии «Наш край» и «Свобода». Речь идет о несоответствии реального количества местных ячеек полетил с данными, указанными в отчете. Все это подпадает под статью Уголовного кодекса «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании». Печерский райсуд Киева перенес на неопределенный срок рассмотрение дела по скандальной квартире нардепа Сергея Лещенко. Напомню, его подозревают в неправомерном получении скидки почти в 2 миллиона гривен от застройщика при покупке недвижимости. Сегодня заседание не состоялось из-за отсутствия судьи. Сам Лещенко явился с адвокатом. Утверждает, дело против него носит политический характер. А вот в НПК заявляют, готовы предоставить все доказательства. Переверка относительно квартиры, за которую он сам вернулся, было проведено, установлено факт его порушения и, соответственно, складено протокол. То есть, выполнены все процессуальные действия и направлено этот протокол в суд. Виноватность или невиноватность будет установлен в суд. Дело НПК – это исключительно политическое переследование с метою остановить мою антикоррупционную деятельность. Справа не имеет никаких доказательств. Она была замовлена в администрации президента. Дело Анищенко до сих пор не в суде. Об этом напомнил сам беглый нардеп на своей странице в Фейсбук. И утверждает, следователи прокуратуры и детективы НАБУ за этот месяц ничего не сделали. Хотя глава НАБУ грозился передать это дело в суд еще в ноябре. Нарде предполагает, и НАБУ, и САП не могут найти доказательств его вины. Напомню, Александра Анищенко обвиняют в организации газовых схем и нанесении государству ущерба в особо крупных размерах. Гранаты, дымовые шашки, военная форма с шевронами Вооруженных сил России. Все это нашли в доме одного из бывших чиновников Харьковской области. Его задержали. Больше знает Светлана Шакера. В дом к бывшему чиновнику сотрудники СБУ и прокуратуры пришли вчера вечером. Должны были провести обыск в рамках уголовного производства, связанного с земельными махинациями. И тут сюрприз. В ход с пристройки нашли целый арсенал оружия. И не только. Мова идет про гранаты, про понад півтисячи патронов до разной оружии, про дымовые шашки и другие. Кроме того, в ходе обшуку было найдено бронежилет и воинскую форму российского размера, рассказ с шевронами нашитими Збройных сил Российской Федерации. А еще гранаты Ф-1 и РГД-5, пули к автомату Калашникова и бронебойно-зажигательные. Все новенькие, хорошо смазанные боеприпасы были бережно завернуты в бумагу и хранились в деревянных коробках. Вся эта оружия вылучена. Следующие органы и прокуратура используют все наявные у нас возможности для того, чтобы переверить эту оружию на возможность использования и в зоне проведения АТО. При задержании экс-чиновник сопротивления не оказывал. Журналисты узнали его имя. Это 60-летний Алексей Руднев из Новой водолаги. До недавнего времени работал замом главы райадминистрации. Сейчас советник председателя райсовета. Оперативным сотрудникам Руднев заявил, форму и боеприпасы ему подбросили. Кроме того, бывшему чиновнику придется объяснить, откуда он взял 23 тысячи долларов, которые нашли во время обыска. В электронной декларации чиновник их не указал. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Этой ночью боевики в очередной раз открыли огонь по позициям армейцев на Светлодарской дуге. Из-за обстрелов у военных загорелся блиндаж. Обошлось без потери. Но днем противник снова открыл огонь. Ирина Баглай с места происшествия. После ночного пожара здесь до сих пор возникают местами очаги огня. И до сих пор чувствуется жар. Сергей один из тех, кому чудом удалось остаться невредимым после ночного обстрела. Я уже отсюда выскочу, сбываю, я гляну, что тут огонь. Я уже понял, что сюда уже не прорваться. Заблокированные пожаром бойцы выбирались через маленькое отверстие в земле, где стоял дымоход. Рыли землю с двух сторон, пока по ним вели стрельбу. Даже успели дать ответный огонь. Один Максимка у нас был и два автомата. И мы стояли, держали, гимни, а куда деваться? Ну они что, могут открыть сейчас огонь? Ну и что? И я пойду, открыю. Это позиция напротив укреплений боевиков на другом берегу водохранилища. Открыто с левого фланга. Ведь месяц назад ее еще удерживали боевики. Не удержали. Теперь ожесточенно обстреливают. В этот раз зажигательными пулями. С левого фланга начали лупить. Влетело в окоп. Окопы все перед собой строили. Мы еще их не успели перебудовать. Взрыв и пошло все гореть. Увидев, что попали и все полыхает, стали бить еще сильнее. Они еще наоборот усилились. Мы же видим, что что-то там делается. Значит, надо, говорится, дожать. Слезбол не перепинялась. Велась постоянно. И не только с одного боку. Начали с других точек подключаться. Пока тихо, бойцы взялись отстраивать блиндаж. Но уже в обед боевики выпускают с другого берега пулеметную очередь в нашу сторону. Две по две. Но сейчас может быть ответка с правой стороны. Я знаю, что показывают, что сюда не идут. Прикрывай. Все, всю пуля подавись. Сейчас может все с муравьяна начать валить. Сейчас надо переждать. Дививись, тяжелый начинает стрелять. Надо переждать. Присядьте лучше. Пауза. Все, что-то не шуточки уже. Гляди, блядь, бейся, полкова. Пауза. Пока бой не разгорелся, с позиции уходим перебежками. Бежим до посадки. В очередь, перебегаем дорогу, потому что простреливаются. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Лефортовский суд Москвы в закрытом режиме продлил срок содержания под стражей журналиста Украинформа Романа Сущенко еще на три месяца. Прессу пригласили только на объявление приговора. Судья Анна Журман отказалась удовлетворять ключевое ходатайство. Это справка от Минобороны Украины. В ней говорится, что сотрудником ведомства Роман никогда не был. Напомним, Сущенко обвиняют в шпионаже. Накануне Совет Европы обратился к Москве с требованием освободить украинского журналиста. После Трампа к Порошенко. Британский премьер Тараза Мэй анонсировала встречу с президентом Украины и пообещала больше внимания уделять отношениям с Киевом. Но сначала все же отправится к Трампу. О чем Мэй будет говорить с новым американским лидером и сможет ли держать удар? Об этом сегодня ее расспрашивали парламентарии. Разговор был эмоциональным. Оксана Кундеренко наблюдала за дискуссией. Ох уж эти дебаты в британском парламенте. Ох уж эти традиции шуметь. Кричать, смеяться, соревноваться в колкостях. Эмоции в этих стенах зашкаливают каждый раз, когда лидеры правительства и оппозиции схлёстываются в словесной дуэли. Не думайте, что это легко. Тараза Мэй, возможно, вполне заслуживает критику, которая обрушивается на нее от оппонентов. Поэтому и ходит с козырей. Я вижу, что у присутствующих разыгрался аппетит к планам по Брекситу. Поэтому я с радостью подтверждаю, будет вам Белая книга. Белая книга – это официальный план выхода из ЕС. Его парламентариям представят заранее. А затем они будут голосовать по проекту соглашения с Евросоюзом. Этого права только добились через суд. Но больше всего эмоций вызывает предстоящая встреча Терезы Мэй с Дональдом Трампом. В Вашингтон она отправится уже завтра. До этого никто из мировых лидеров к новому президенту США еще не ездил. И всех волнует, хватит ли у британской железной леди железной хватки. Убедит ли она нас в том, что в торговом соглашении с Америкой не пойдет на уступки? Я не боюсь откровенного разговора с президентом Соединенных Штатов. Я могу себе это позволить, поскольку отношения между странами особые. И у лидера оппозиции такие никогда не сложились бы. Конечно, ее то и дело ругают за внутренние проблемы в сферах здравоохранения, образования. Но, среди прочего, спрашивают и об Украине. Огромную работу проделал министр иностранных дел. Мы продолжаем оказывать существенную поддержку Украине. И я надеюсь, в скором времени встретиться с президентом Порошенко и обсудить нашу помощь. Очевидно, что на фоне Брекзита и Трампа украинский вопрос отошел на второй план. Хотя слово не воробей, пообещала Мэй встретиться с Порошенко, значит, планы такие есть. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Большой день для Америки. Так, Дональд Трамп проанонсировал решение, которое намерен принять сегодня. О чем речь, знает Дмитрий Анопченко. Дональд Трамп умеет интриговать. Стоило новому президенту Америки написать накануне в Твиттере, мол, завтра он примет важные решения по национальной безопасности, как вся страна начала гадать. Чего ждать? К чему готовиться? Учитывая, что как раз сегодня в официальном графике Трампа было посещение Министерства внутренней безопасности, все понимали, что речь пойдет о мигрантах и беженцах. Двух проблемах, с которыми республиканец обещал справиться еще в ходе избирательной кампании. Но вот что конкретно он предпримет? Агентство Reuters выяснило, ограничения планируются действительно жесткие. Трамп намерен сократить прием беженцев и больше не выдавать визы гражданам Сирии, а также шести государств Ближнего Востока и Африки. Более того, даже тех, у кого визы уже на руках, тоже не пустят в страну. Жителям Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена въехать в Штаты на границе просто не дадут. Ну а стена на границе с Мексикой – это вовсе не преувеличение и не образ, который был использован лишь для агитации. Пресса выяснила, что именно сегодня, в так называемый День решений по национальной безопасности, Трамп и подпишет указ о ее строительстве. Вот так сейчас выглядят границы Соединенных Штатов и Мексики. Все, что отделяет нелегалов от попадания в Штаты – колючая проволока, перелез через которую дело нескольких минут. Ройтерс выяснил, Трамп распорядился начать здесь масштабные строительные работы, чтобы граница перестала быть прозрачной. Деньги, правда, придется просить у Конгресса, но отказа, скорее всего, не будет, ведь каждой администрации нужен свой собственный символ перемен в стране. И при Трампе таким символом, похоже, станет стена. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. По области разбросают, сколько мусора можно вывезти на полигоны Львовской области и готовы ли их принимать в другие города. Стройка под патронатом. Почему Израиль спешит усилить свое присутствие на спорных территориях? Реформу Минздрава не понимают ни пациенты, ни врачи. Об этом заявили оппозиционеры после встречи с медработниками городской больницы Коростеня. Люди требуют разъяснений, каким образом будет работать скорая, что такое бесплатный пакет первой медицинской помощи и что это за договоры между семейным врачом и пациентом. Отдельный вопрос, зачем сокращать медперсонал? Лучшие специалисты и так массово выезжают на заработки, говорит руководитель райбольницы. И добавляют, так вообще можно остаться без квалифицированных кадров. По мнению главы фракции оппозиционный блок, нужно решать вопрос финансирования больниц. Ведь минималку врачам подняли и коммуналка выросла, а денег клиникам не добавили. Без коштей сегодня реформы начать просто вывески менять, я думаю, что это недоречно. Треба, чтобы были фахивцы. Треба, чтобы, скажем, этих фахивцев были они мотивованы даже той самой заработной платой. Первым, чтобы проводить любую реформу, особенно такую чувствительную, которая относится многих людей, медицинскую реформу и лекарям, нужно поспілкувать с лекарями практикующими, как каждый день общаются с людьми. Нужно общество четко проинформировать и отримать поддержку относительно таких чувствительных вопросов. Эта легенда, что у нас много лекарей и нужно сокращаться, это легенда о том, что только минулого года больше 15 тысяч лекарей поехали из краины шукать работу в других странах, в других странах. Вывезти весь мусор из Львова, который накопился с начала года, всего за 7 дней. Такое амбициозное решение сегодня приняли на областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Куда же отходы отправлять собираются, знает Галина Якушко. Очная ставка львовских мужей. Так местные журналисты окрестили сегодняшнюю встречу губернатора Олега Синютки с мэром Львова Андреем Садовым. За стол переговоров они не садились с тех пор, как произошел обвал на Грибовицком полигоне. И вот впервые за 8 месяцев участвуют в заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Что же делать с мусором, в котором утопает Львов? Садовый сразу переходит к оправданиям и обвинениям. Политические оппоненты давят на власти городов и сел, вот те и не соглашаются принимать львовский мусор. Мы работали с очень многими громадами, но, на больший жаль, не все громады имеют возможность подписывать угоди через то или иначе тиск, который на них делается. Есть конкретные факты тиска на кого-то из представителей местного самовряда? Если есть, пожалуйста, оприлюдни их, чтобы я, как руководитель областной администрации, мог дать доручение на соответствующие реагирования. Если таких фактов нет, давайте не будем заниматься спекуляцией. На заседании все службы города и области пришел начальник Львовской полиции, государственная служба по чрезвычайным ситуациям, экологи, докладывают, готовы приступить к укреплению Грибовицкого полигона, но ждут конкретных распоряжений. То, что мы можем делать, и за заверненном, Андрей Иванович, вас до нас, и если мы это можем выполнять, и если мы будем иметь такую технику, которую не требует сегодня иметь на Грибовицком масштабе завершения, я вам гарантирую, что мы будем выполнять, как и докладывали завершенно. А, Господин, у нас, Сергей Юрьевич, а, Господин, у нас там было такое завернение официйное? Нет, было. Два часа дискуссии, перепалок мэра с губернатором, и комиссия приходит к решению. Мусор из Львова вывезут до вторника. В области нашли несколько полигонов для приема львовских отходов. Губернатор обещает просить у государства помощи для рекультивации Грибовицкого полигона. С сегодняшнего дня комиссия по чрезвычайным ситуациям будет ежедневно отчитываться синютки о том, как вывозят мусор. Садовые настроены скептически. Мол, если уж у него не получилось решить проблему с отходами, то куда уж губернатору. Мы имеем первый маленький плюсик. Поднимемся, что будет с этим плюсиком. А местные активисты сегодня вечером собираются перекрыть движение транспорта в пяти районах города. Так будут протестовать против задумки садового построить в каждом районе станцию для прессования отходов. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробность, телеганал Интер, Львов. И вот мы только что получили от наших корреспондентов видео львовских протестов. Как и обещали, митингующие перекрыли автодороги сразу в нескольких местах. Участники акции ходят по переходам, требуя, чтобы мэр отменил решение об установке станции по прессованию мусора. На дорогах уже образовались километровые заторы. Пропускают только машину скорой. Война за водоем. В Полтавской области жители села отстояли водохранилище. Полтавская ОГА долго пыталась тайно передать в аренду 600 гектаров водоема, рассказывает нардеп Сергей Каплин. По его словам, в ситуацию вмешалась социал-демократическая партия. Уже сегодня депутаты сельсовета проголосовали за присоединение водохранилища к своим границам. А это значит, что без согласования с жителями села Погребы ОГА не сможет отдать водоем в аренду. Кроме того, в партии пообещали поставить палатки приемные, чтобы избежать очередных попыток дериба на водоемов. Досудебное расследование по умышленному убийству двоих сотрудников патрульной полиции в Днепре завершили. Дело направили в суд. В областной прокуратуре заявляют, у них достаточно доказательств вины подозреваемого Александра Пугачева. Что это за вещдоки, расскажет Елена Миндалюк. 25 сентября 2016 года были убиты патрульные Артем Кутышев и Ольга Макаренко. Стрелка задержали. Им оказался Александр Пугачев, бывший боец торнадо. В областной прокуратуре рассказали, допросили 150 свидетелей. Провели 44 экспертизы, материалов на 21 том. Достаточно, чтобы доказать вину подозреваемого, уверяют в прокуратуре. Хотя среди вещдоков нет оружия, из которого были убиты полицейские. Его так и не нашли. Есть еще судово-иммунологичная экспертиза, в связи с которой кровь на кроссовку подозреваемого принадлежит именно Кутышеву, одному из погибших копий. Еще ряд других экспертиз, я про них не буду говорить, потому что эти доказы еще не дадут суду. Но главные доказы вины виноватного это показания. Показания очевидцев скояного. Водитель маршрутки Валерий Тимонин, который пытался заблокировать автомобиль стрелка, на суде будет присутствовать в статусе потерпевшего. Мужчина пока воздерживается от встречи с журналистами, но по телефону сообщил. Для него вина Пугачева очевидна. Первое судебное ослушание назначено на 27 января. По просьбе подозреваемого дела будет рассматриваться судом присяжных. Их состав должны утвердить в эту пятницу. Сам задержанный так и не признал свою вину и отказывается давать какие-либо показания. В СИЗО Пугачев находится уже 4 месяца недавно по просьбе гособвинителя. Ему продлили срок пребывания под стражей еще на 60 дней. На теперешний час судовый розгляд только распочался. Тому не допытаны, а не обвинувачены, а не свідки в криминальном проведении. Не вычинены письмовые доказы. Тому я, как державный обвинувач, считаю, что это необходима мера застосовывать запобежный заход в виде термального подвижения. Защищать интересы Пугачева в суде будет частный адвокат. От его услуги оплатила мать, Олевсина Пугачева. Заседание анонсируется открытым, но журналистов на него могут не пустить. Не исключено, адвокат подозреваемого будет ходатайствовать, чтобы оно проходило в закрытом режиме. Обвинение Пугачеву предъявляют по 5 статьям. Максимальное наказание, которое может получить стрелок, пожизненное заключение. Елена Миндалюк, Евгений Коднецов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Скандал в Запорожье. Там провели боксерский турнир между нынешними полицейскими и бывшими бойцами Беркута. Что вызвало резонанс и почему своих должностей лишились чины в областной полиции? Знает Сергей Бордюжа. Раз в год ветераны расформированного Беркута собирались на турнир по боксу. На ринге встречались с нынешними бойцами спецподразделения МВД, как и три года подряд. Поединки посвящали памяти погибшего на Майдане Беркутовца Сергея Цвигуна. Но о последней такой встрече громко заговорили в интернете. Открывая соревнования, глава Оргкомитета не скрывал симпатии к бывшему подразделению. Слава Беркуту, который будет всегда. А один из бывших командиров подразделения привез даже подарок из киевского СИЗО, где ждут приговора 5 бойцов расформированного Беркута. Я сказал, что я буду сюда ехать. И один из них нарисовал картину. Возмутил местных журналистов еще и такой факт. Одному из победителей вручили книгу, изданную в Крыму. Непокоренный Беркут. Такие мероприятия, я считаю, что они должны проводиться. Когда победил Майдан уже, когда даже сотрудников Беркута судят в Киеве за расстрелы людей, за убийства людей, и при этом проводить такое мероприятие и кричать там слава Беркуту, это неправильно. О том, что в Запорожье проходили такие соревнования, в областном управлении СБУ узнали уже после шумихи, поднятой в СМИ. Анализуются высловления, которые лунали подчас его проведения. В разе установления в действиях осіб о знаке криминального правопорушения, они будут нести ответственность согласно действующему законодательству. Видимо, сразу не увидели ничего предосудительного в таком турнире и стражи порядка. Во всяком случае, замначальник областной полиции Андрей Долинный сам награждал победителей и якобы даже восхвалял Беркут. Но вскоре за это поплатился. Его уволили, а вместе с ними всех действующих спецназовцев, которые принимали участие в соревнованиях. Правда, с какой формулировкой и по какой статье, неизвестно. Ни в Киеве, ни в Запорожье полиция инцидент не комментирует. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей, подробности, телеканал Интер, Запорожье. Под Киевом в поселке Быковня вандалы осквернили украинские и польские мемориалы жертвам НКВД. Неизвестные обрисовали краской памятник жертвам тоталитаризма и памятники польского военного кладбища. Напомню, в Быковнянском лесу находится крупнейшее в Украине место захоронений жертв политрепрессий. В Варшаве уже отреагировали на инцидент. В польском МИДе заявили, направили Киеву ноту с требованием установить все детали преступлений и найти виновных. Своё слово сказали и в украинском МИДе. Павел Климкин заверил, засадеянные на территории Быковнянских могил виновные обязательно понесут наказание. Семь человек задержали в Брюсселе в ходе антитеррористического рейда. Полиция ищет боевиков, которые могли вернуться в Европу из Сирии. Обыски провели в разных районах города, при этом не нашли ни взрывчатку, ни оружие. Всех задержанных в ближайшее время допросят. Полиция заявляет, что рейд не связан с нападениями в Брюсселе в марте прошлого года и терактами в Париже в ноябре 2015. Израиль начинает активное строительство в поселениях на Западном берегу. При этом Иерусалим рассчитывает на поддержку новой администрации США. А ООН выражает свое неодобрение. Больше расскажет Сергей Ослендер. Первым на решение израильских властей строить на Западном берегу отреагировал генсек ООН Антонио Гуттереш. Подобные действия, как высказался он, препятствуют установлению мира. Примерно в том же духе отреагировали и палестинские власти. По мнению Рамалы, строящиеся дома в еврейских поселениях чуть ли не главное препятствие на пути к мирному договору. Но, собственно, палестинцы постоянно подчеркивают, что пока идет строительство, на этих территориях никакие переговоры успешными не будут. Мы рассматриваем все поселения как незаконные. Есть и соответствующая резолюция Совета Безопасности. Это решение принято международным сообществом, и мы никогда не позволим нынешнему израильскому правительству продолжать свои преступления против палестинского народа. Впрочем, как дает понятие Иерусалим, его мало интересует мнение мирового сообщества, зато очень интересует мнение Белого дома, а вот там как раз осуждать решение израильских властей не стали. Да и Дональд Трамп уже не раз высказывался в поддержку еврейского государства. Так что решение о строительстве уже принято. Две с половиной тысячи построек будут возведены на Западном берегу в ближайшее время. Слава Богу, этот абсурд, когда нам не разрешали строить, заканчивается. Во всяком случае, мы так надеемся. У нас в семье пятеро детей, у соседей семеро, и так по всему Западному берегу. Им надо где-то жить, иметь свои семьи, строить свои дома. Куда мы теперь отсюда денемся? Где найдется столько жилья для нас? Поселенцев, то есть израильтян, живущих на Западном берегу, сейчас уже около полумиллиона. Если предположить, что все они в одночасье вернутся на территорию Израиля, это ввергнет страну в тяжелейший кризис. Такое количество людей просто невозможно обеспечить жильем. Любое строительство в поселениях требует разрешения лично от министра обороны. Еще год назад такие разрешения выдавали крайне неохотно из-за сильнейшего противодействия со стороны администрации Обамы. Приход Дональда Трампа в Израиле рассматривают как окно возможностей, чтобы усилить свое присутствие на Западном берегу. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте, подробности.ua. А я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова